Он не знает, чего он хочет. Я ему говорила, говорю, ты, может, определишься сначала? Он определиться не может. Я говорю, зачем тогда тебе я, если ты не знаешь, чего ты хочешь? А зачем тебе мужчина, который не знает, чего он хочет? Ты мне весь год выносил мозг, говорил, что ты меня любишь и так далее, говорил, что я самое-самое, что больше тебе никого не надо. И сейчас... Становись, становись. Мне точно нужен мужчина, может, тебе лучше завести животное какое-то? Вопрос такой. То есть вчера была стора с молодым человеком. Он вахтовик. Он не знает, чего он хочет. Он не знает. То есть я ему говорила, говорю, ты, может, определишься сначала? Он то говорит, чего он хочет, то он знает, то он не знает. Он определиться не может. Потому что ты говоришь, зачем тогда тебе я, если ты не знаешь, чего ты хочешь? А можно было вопрос речи, пока не забыл? Можно вопрос задать? А зачем тебе мужчина, который не знает, чего он хочет? Ну, просто у меня тоже был такой период в жизни, когда я тоже не знала, чего хотела. Нет, я сейчас задал тебе вопрос, ты не отвечаешь на мой вопрос. Я не знаю, может быть, это просто у меня чувство с ним или привычка держит. Нет, потому что ты такая же. Ну, хорошо. Ну, да, скорее всего. Вот. И вообще основная проблема в том, что он неопытен в отношениях. У него не было столько отношений, сколько было у меня. И до него шесть человек у меня было. По два года я с ними встречалась. Подожди, я тебе сколько лет? Мне 21. Мне в декабре будет 22. Ты с девяти лет у тебя отношения уже были с мужчинами? Ну, как, не то, что с девяти. То есть там по два года, то есть некоторые, там три человека по два года. То есть отношения прямо, если считать проинтимные отношения, то с пятнадцати. Нет, вообще с отношениями. С четырнадцати. А как это? Ну, хорошо, что математика не сходится. Так, хорошо. Ну, как бы, то есть у меня было больше. И он, когда что-то не понимает, мы с ним договариваемся. Договаривались, когда только начинали встречаться, я говорю, давай так, если тебе что-то непонятно, ты не истеришь, ничего такого не... Ну, нет, это просто берешь и спрашиваешь. Это заботливая мама, контролер, руководитель. Тебе как вообще комфортно командовать мужчинами? Ну, я не командую, я советую. Ты командуешь, ты командуешь, контролируешь, учишь. Тебе точно нужен мужчина? Может, тебе лучше завести животное какое-то? У меня есть. Так упражняйся на животное. Хорошо. Какой вопрос? Вопрос такой, то есть стоит ли продолжать отношения такие, может быть, они к чему-то приведут, к чему-то нет. То есть он мне на днях сказал, что вот я с тобой пожил некоторое время, и я не знаю, что у нас будет дальше с тобой, и так далее. Он говорит, типа, то есть я должен забить на желание, какого человека хочу с тобой видеть. Я говорю, так, стоп. То есть ты мне весь год выносил мозг, говорил, что ты меня любишь и так далее, говорил, что я самое-самое, что больше тебе никого не надо. Это и сейчас. Остановись, остановись. У нас есть несколько минут с тобой. С тобой, у меня есть на тебя максимум несколько минут. Что ты от меня хочешь услышать? Я хотела бы услышать, то есть стоит ли такие отношения продолжать или вообще нафиг просто в топку? Нет, еще у тебя будут такие же. То есть если я не изменю своего отношения и не перестану говорить мужику, что ему делать? Да, вещи, считающие, что ты умнее меня, умнее мужчину, которого ты выбираешь. А ты не пробовал выбирать мужчин, которым не надо рассказывать, что им делать, которых не надо учить жизни? Ты пробовала с такими общаться? Ну, раз ты такая охрененно умная, ты пробовала выбирать не мальчика, которого нужно дрючить постоянно, а выбрать мужчину, с которым тебе не захочется ему давать советы? Пробовала? Как вариант, общаться с такими? Или ты таким неинтересный, я так понимаю? Ну, я пыталась с такими общаться, но там, да, там была разница в возрасте, то есть у меня с ним тоже нормальная разница в возрасте. Но там был человек такой вообще, в принципе. Я же не про возраст слова не сказал. То есть самостоятельные сильно люди такие, которые там умные и так далее, но при этом допускались в отношениях просто какие-то банальные косяки, и меня постоянно врали, но зачем мне это надо? То есть все такие мужчины, все вруны? Я правильно понял? Ну. Которые мне, по крайней мере, встречались. То есть я не из таких людей. Что за тебя встречали? С отцом? Ну, у меня есть такая фигня, что я его боюсь, потому что меня били в детстве. Какие у тебя чувства? Более подробно о том, как изменить свою жизнь, как прокачать себя, как женщину, мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке, записывайся бесплатно, и темы «Как перезагрузить непонятные отношения», «Как привлекать достойных мужчин», «Как создавать по-настоящему счастливые отношения». Об этом всем и другом бесплатно на протяжении нескольких вечеров. Прямо сейчас регистрируйся и до встречи. К отцу, ну, страх. Какая-то, вот может, как-то я его и люблю, как родителя, но больше страх на самом деле. То есть моего мнения как-то, ну, не спрашивали в принципе. Ему, в принципе, на меня тоже похеру. Да. А мама? Мама очень лояльный человек. То есть не в то, что в воспитании, но мама, она тех пытается оправдать, даже тех, кто меня обижает, а кто меня доводит. Как бы, ну, когда я с ней советовалась, я говорю, вот такая страха. Папа маму тоже обижал? Да, да, реже, чем меня, но тоже. Ну, ты понимаешь, что со всем этим ты сейчас живешь? И через этот фильтр некий, да, опыт смотришь на всех мужчин. Возможно, и так. Избегая этого страха, ты выбираешь слабых мужчин, которые точно тебя не обидят. Ну, поэтому, чтобы, типа, быть сильнее, чтобы их не бояться. Я не говорю, что нужно выбирать мужчин, которые тебя обижают. Просто если бы ты проработала в том числе этот страх, занялась бы собой и в том числе проработала этот страх, тогда бы ты, ну, на других тебе, ты бы на этих мужчин, которых ты сейчас обращаешь внимание, тебе бы они были бы неинтересны. А те мужчины, которых ты боишься, и которые тебе кажутся неинтересными или не твоими, наоборот, были бы для тебя привлекательны. И ты была бы для них привлекательна. Смотри, я сейчас по верхам, я сейчас не... Я понимаю. Поэтому мы по верхам проходим. Ну, звучит справедливо? Да, вполне. И поэтому ты можешь выбрать или продолжать всю жизнь бояться чего-то и из-за страха соглашаться на какую-то херню и мучиться с этой херней. Потому что там счастья не будет. Послушных мальчиков счастья не будет. Я не говорю, что мужчина должен быть непослушным. Но он же не собака, чтобы слушаться. Но ты их дрессируешь, ты пытаешься их дрессировать. Как-то это... Тоже есть такой момент, что он прямо... Я все понимаю, там, советоваться с мамой и так далее. Но зачем детали эти все выкладывать? Я все понимаю. Какие детали? Ну, то есть детали ссор, отношений, все в подробностях. Там даже интимные подробности рассказывать кому-либо. Ну, про то, что он там всем прямо делится со своей мамой. Меня это... Мой мужчина. Ну, потому что ты выбираешь таких дебилов. Ты пойми, что ты интересна мужчинам каким? Каким же. Таким же. У которых была такая же мама, как ты. А ты сейчас завняла позицию папы. Ты сейчас папа, только в женском обличии. То есть, свой папа что делал? Он почему бил тебя? Почему он унижал тебя? Потому что ему страшно было. Потому что это для него способ тебя контролировать был. Способ контролировать что-то вокруг себя. Через тиранию. И сейчас ты делаешь то же самое по отношению к мужчинам. Я не говорю, что ты виновата. Я тебе просто показываю причинно-следственные связи. И ты выбираешь такого мужчину, знаешь, как твоя мама. Удобного. Удобного. Твоя же мама была удобная для папы. Да, она всю жизнь такая. И ты выбираешь сейчас такого же мужчину. Удобного, как мама. Который будет терпеть всю эту херню, которую ты несешь. Но ты это делаешь не специально. Тебе 21 год. Я тебя пытаюсь это донести. И что ключ к этому всему какой? Пахать над собой, дорогая моя. А не бегать за мужчинами, искать мужчин. Или думать, сохранять или не сохранять отношения. Хорошо, спасибо, Ярослав. Я поняла вас. Послушай бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция» в моем профиле Инстаграм. Я его слушала, по-моему. Да, я посмотрела все видео. Учись, дорогая моя, учись. Пойми, тебя сейчас несет не туда. Ты можешь доиграться. Сейчас, если ты вступишь в какие-то отношения, заведешь ребенка, тебя может понести под сценарию семей. Ну, дети – это вообще отдельная тема. Твоя семейная сцария – это не про счастье. Пока что. Ну, дети – это вообще отдельная тема. Это вообще, это все, дорогая. Обнимаю тебя, верю, что все будет круто. Спасибо, до свидания. Пока.